Здравствуйте, друзья! Меня зовут Иван Дороница, я начальник отдела медико-криминалистических экспертиз Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области. Расскажу подробнее, чем занимается наш отдел, какие экспертизы выполняет и какие вопросы ставятся на разрешение эксперта. Забегая вперед, хочу отметить, что результаты медико-криминалистической экспертизы имеют важное значение для следствия. Они помогают установить обстоятельства происшествия по следам крови, орудием преступления, повреждениям на теле человека и так далее. Экспертиза проводится по объектам с повреждениями от трупов людей, погибших в результате каких-либо происшествий, так и по различным вещественным доказательствам. К примеру, когда в мор поступает тело, на котором имеются телесные повреждения, судебно-медицинский эксперт, согласно методике, изымает органы и ткани, кости, кожные лоскуты с повреждениями и направляет в отдел медико-криминалистических экспертиз. После специальной подготовки эксперт проводит исследования поступившего объекта, в том числе и микроскопические. Благодаря изучению объектов в стереомикроскопе, дающем объемную картинку, при 40-кратном увеличении, эксперт рассмотрит даже микротрещины, невидимые невооруженным глазом. Почему может судить о механизме образования повреждений на теле человека, его одежде, о травмирующем предмете, был ли он тупой, либо острый, какого размера и какой формы. О многом могут рассказать эксперту и следы крови. Являются ли они брызгами, каплями, помарками, потеками и т.д. Эти результаты также помогают следствию восстановить события на месте преступления, установить направление движения кровавленного предмета, положение потерпевшего после получения им ранения, определить конкретное место, где наносились удары и многое другое. Еще одно направление работы медицинских криминалистов – это исследование костных останков для установления пола, возраста, роста умершего, давности захоронения, наличия повреждений, принадлежности останков конкретному лицу. Сейчас для проведения экспертиз поступают костные останки, найденные на раскопках в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Зачастую следствие назначает медико-криминалистические экспертизы по дорожно-транспортным происшествиям, в том числе по ДТП с гибелью пешеходов. Эксперты определяют положение тела потерпевшего, направление воздействия травмирующей силы, какой частью тела человек был повернут к транспортному средству, куда пришелся удар, находился ли погибший в движении или нет. Это принципиальные вопросы для следствия. Расскажу случай из практики. В морг поступило тело человека, погибшего в результате ДТП. Водитель утверждал, что не видел пешехода, а только почувствовал что-то под машиной. В результате вскрытия было установлено, что автомобиль переехал тело человека. Вместе с тем, эксперты-химики установили наличие смертельной концентрации алкоголя в крови в количестве 6 промиллей. Эти данные в комплексе позволили сделать вывод, что человек умер на дороге в результате алкогольного отравления, а автомобиль уже переехал мертвое тело. Мы не только проводим лабораторные исследования, но также выезжаем на места происшествия. Работа очень интересная и ответственная. Ведь за каждой экспертизой стоит чья-то жизнь, будь то потерпевшего или обвиняемого. По результатам экспертиз зачастую можно установить, виновен человек, либо невиновен, что тоже дорогого стоит. В любом случае, эксперт выполняет свои исследования непредвзято и объективно. Мне очень приятно, что моя работа важна как людям, так и правоохранительным органам.